Увидел в интернете очень интересную информацию, что оказывается лечебное голодание способно омолодить ваш организм, укрепить ваш иммунитет, продлить вашу жизнь. И знаете, что для этого вам нужно? Всего 3 дня посидеть на голодной диете, на голоде. Смотрите, халява. Мне интересно, сколько людей разведутся на эту информацию и таки сядут на лечебное голодание. Почему разведутся? Ну, представьте себе ситуацию. Вы работаете на какой-то работе, да? И вдруг вам выключили свет, выключили газ, закрыли двери и перестали платить зарплату. Скажите, какой-то работодатель, и вы как хозяин своего здоровья, можете в этих условиях рассчитывать на увеличение производительности труда? На увеличение производства? Да? Вы понимаете? В сказке, в этом плане, когда все выключили, а вы должны лучше работать и больше производить, в жизни никто не верит. По здоровью, оказывается, есть доверчивые люди, которые могут пойти на эту информацию и пойти этим путем. Причем, ну, оболочка вот этой информации весьма внушительна. Я цитирую из интернета, ученые из университета Южной Калифорнии исследовали эту информацию. Да, и исследование показало, что всего трехдневное голодание повышает количество лейкоцитов в вашей крови. Больше того, оно полезно больным ракам, потому что это иммунодефицит, раз увеличилось количество лейкоцитов, значит, и тут будет польза, полезно людям пожилого возраста, у которых иммунитет ослаблен. Но вы знаете, в том же исследовании написано, какой ценой. Ценой раздражения стволовых клеток, которые находятся в костном мозге, начинает больше производить лейкоцитов. И вот этой ценой вы омолаживаете свою иммунную систему и укрепляете свой иммунитет. Пример из жизни. Вы работаете, у вас есть определенные накопления, кто-то имеет депозит 100 тысяч долларов, или гривен, или рублей, у кого-то миллион, у кого-то 10 миллионов, у кого-то, может, миллиард, и вы спокойно живете на эти проценты. Вам банк платит проценты за ваш ранее проделанный труд. И вам хорошо. Ну, хорошо в пределах того депозита, который вы имеете. И тут вдруг, смотрите, появляется человек, который говорит вам, ты знаешь, все классно, закрываем твой депозит, вкладываем вот в это дело и получаем отличный результат, еще лучше будешь жить. Вы на это разведетесь? Вы на это пойдете? Ведь депозит в банке, который обеспечивает вам какой-то стабильный доход, это ваши самые, те самые стволовые клетки, которые адекватно размножаясь, адекватно той ситуации, которая есть в вашем организме, выдают нужное количество лейкоцитов, которые контролируют святая святых, вашу кровь. Туда не попадали бактерии, вирусы, чтобы миграция глистов проходила, часть из них, увы, мигрирует через кровеносное русло, чтобы они ее там оборвали. Токсические вещества контролируют. Я понимаю, да, раздражать иммунную систему не нужно. Она раздражена этими раздражителями и так хорошо. Вопрос, как ее накормить, чтобы ее работа была эффективнее, чтобы вы еще не думали про онкологию. Как иммунный дефицит, который тоже может развиться в перспективе при снижении иммунной системы. Понимаете разницу? Стволовые клетки это ваш стратегический резерв. Раздражать который? Ну, можно, можно, но это только люди безрассудные могут это делать. Но на самом деле, я вам объясню, почему так происходит на лечебном голодании. Все абсолютно прозрачно и понятно, если понимать физиологию процесса. Ну, для сравнения, смотрите, то, что вы видите в зеркале, это примерно полтора-два квадратных метра, это кожа. Это тоже ваш барьерный орган, но не самый большой. Поверхность пищеварительной системы, куда вы сейчас вкладываете разные продукты питания, по своему усмотрению. Ну, отсюда и ваш уровень здоровья. И мотивация. А вдруг лечебное голодание, господи, три дня. Потратить, сколько вы не вкладывали в свое здоровье, три дня заняться здоровьем, и теперь вы молодец. На всю оставшуюся жизнь. Ага, сейчас. Вы очень серьезно рискуете. Как только вы перестаете в пищеварительную систему вкладывать пищу, возникает очень интересная ситуация. Площадь пищеварительной системы, по разным оценкам, от 650 до 1300 квадратных метров. То есть, примерно, ну, в тысячу раз больше поверхности кожи. Может быть, немножко меньше, чем в тысячу, но очень много. Больше того, на этой поверхности у вас не просто вот кожа, слабо проницаемый барьер. Из кишечника очень хорошо все всасывается. И на этой громадной площади сидит громадное количество патогенных бактерий, которых вы пищей, в принципе, подкармливали. Ради интереса приложите ухо к животу товарища, своему вряд ли вы сможете приложить. И послушайте, шумы идут. Это говорит о том, что идет газообразование. То есть, бактерии в кишечнике всегда были, есть и будут. Как только вы первый глоток воздуха вздохнули, как только вы проглотили слюнку или материнское молоко, в пищеварительную систему вашу уже пошли бактерии. Они уже колонизировали ее и колонизируют всю жизнь. И ваша задача контролировать их количественно и качественно системой правильного питания. Только вы убрали пищу, а бактерии в кишечнике живут. А бактерии в кишечнике едят. Что едят? Остатки пищи. За три дня пищеварительная система напрочь пустая. И что получается? Есть исследование. Первые три дня бактерии колонизируют слизистую пищеварительного тракта. И там развивается воспалительный процесс. Дальше они проникают в кровеносное русло. И вот тут появляется для вашей иммунной системы великолепный раздражитель. И физиологический лейкоцитоз, как ответ вашего организма, нормальный ответ вашего организма, на очень неблоприятные условия, которые вы его подставили. И я чуть не оговорился, но правильно чуть не оговорился. Подставили. Потому что это подстава для вашего здоровья. Только вы убрали пищу, бактерии в кишечнике, им деваться некуда. Они всасываются в кровь. И вот тут появляется ситуация, появляется проблема. Иммунная система не может не реагировать. Хорошая, здоровая иммунная система не реагировать на такую ситуацию. Она увеличивает количество белых кровяных телец. И истощает ваш костный мозг, ваш депозит. Начинает таять на глазах. Если вы голодать будете дольше, примерно 5-7 дней нужно для того, чтобы выключить вашу печень, вашу пищеварительную систему напрочь. Из нее уходят белки. Вы их используете просто как источник энергии. Кто вам потом пищу будет переваривать? Да, в исследовании есть. Убирается, сейчас вам скажу точно, как это называется. Чтобы я не ошибся, чтобы я авторов не подставил. Продолжительное голодание снижает уровень фермента протеин киназы или ПКА, который связан со старением. И количество гормонов снижается, увеличивающих опасность рака. Представляете? А знаете почему продолжительное голодание приводит к уменьшению этого фермента количества и количества гормонов? Как на работе. Чем дольше вам выключен свет, газ, закрыты двери и не платят зарплату, ну, некоторые ушлые, кто доберется до работы, начнут оттуда выносить тетку. Жить же за счет чего-то надо. Стулья продают, столы. В конце концов работа останется одни стены. Примерно то же самое происходит и в вашем организме. Пропорционально продолжительности так называемого лечебного голодания. И не только эти ферменты, не только эти гормоны упадут. Половые гормоны упадут, все упадет. Обмен веществ тормозится примерно на 30%. То есть вы автоматически стареете. Всего через 3 дня лечебного голодания. Третьи сутки они критические. После этого обмен веществ тормозится на 30%. А у вас по биологическому возрасту плюс там лет 20-30 сразу. Но вы типа здоровый. У вас классная ситуация, классный показатель изменился в крови. Увеличилось количество лейкоцитов. Вы знаете, по лейкоцитарной формуле можно отслеживать, что реально происходит с вашим организмом. Вовсе не нужно организм испытывать разными системами. Потому что по большому счету у вас, я понимаю ваши проблемы. Если у вас есть гастрит, там какой-то гастрододенид, то ваш желудок конкретно и негативно относится к той пище, которую вы вкладываете в него. Когда у вас есть хронический панкреатит, дискинезия желчного пузыря, не говоря уже о более крупных проблемах в этой зоне. У вас автоматически нарушается переваривание пищи, развивается дисбактериоз. И вы ищите решение этих ситуаций, решение этих проблем. Так начните в конце концов правильное питание своему организму поставлять. Чтобы организм мог нормально работать. Но правильное питание дать это мало. Диетолог это здорово. Он может сказать, какую пищу вам в большей степени нужно под ваш пол, вес, возраст, рост, сезон, года. Но он же еще обеспечивает ее правильное пищеварение, правильное переваривание. А вот тут уже вам нужен фитотерапия. Который травками различными поможет вашей пищеварительной системе полноценно переварить пищу, усвоить, поставить вашему организму, вашей иммунной системе в том числе. Или в первую очередь. Чтобы она работала оптимально, хорошо. А вы работали при этом хорошо на своей работе, выполняли полноценно свои функциональные обязанности. И тот депозит, который у вас есть в банке, увеличивали. И жили спокойно и счастливо. Поэтому, если вам нужны какие-то быстрые системы оздоровления, зайдите в соседний книжный ряд. Или наберите там сказки про белого бычка, еще что-нибудь там такое найдите. Там много интересного написано. Удовлетворите свое желание, скажем так, познакомиться с литературой сказочного ряда таким образом. А здоровье это система, это ежедневный труд, это правильное отношение к своему организму и адекватное его питание. Кстати, полсотни различных систем, вот таких, которых не стоит использовать. В том числе, тут очень подробно расписано и лечебное голодание в принципе. В моей этой книжке опубликовано, что делать, если у вас есть печень. Потому что, к сожалению, люди хотят, ничего не делая, быстро оздоровиться, быстро молодиться. Вы знаете, да, можно машину, которая поездила там 40-50 лет, отправить на Трэдбан и рассчитывать, конечно, что она вдруг станет новая, как только что с автозавода. Ну, в сказках это может прописать кто-нибудь. В реальной жизни вряд ли это произойдет. Поэтому, если вам нужно больше информации, пишите, звоните, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отправляйте это видео друзьям, знакомым. А я подумаю, посмотрю телевизор, посмотрю интернет и подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долгодителя. Крепкого вам здоровья и разумного к ним отношения.